Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я хочу показать вам свои самые востребованные, самые удачные покупки в гардероб за последнее время. Их было немного, но они вот прямо все яблочко, я бы сказала. Знаете, мы ведь с вами виртуальные подруги и всегда интересно узнать, что же там купила твоя подруга. Приходишь к ней в гости и говоришь, ну что, давай показывай. Так вот, сегодня я буду показывать, но просто показать это неинтересно. Я обязательно покажу, с чем я это стилизую, с чем я это ношу. И речь пойдет и про одежду, и про обувь, и про сумки, и про украшения. Все, как мы с вами любим. Итак, самая лучшая покупка в мой гардероб за последнее время, вы сейчас удивитесь, была юбка в бельевом стиле. Почему удивитесь? Потому что мои постоянные зрители знают, что юбка и платье редкие гости в моем гардеробе. Как-то мне удобнее носить брюки и джинсы, но подобная юбка смотрится максимально стильно, максимально современно и очень женственно. Это просто идеальная модель вне времени. Я помню, что когда-то что-то подобное мы уже с вами носили, я точно. А на сегодняшний день эта модель на 100% попадает в современные тренды. И так же, как и платье в бельевом стиле, юбка в бельевом стиле тоже это тренд и база. Подобные модели чаще всего кроются по косой. И это, на мой взгляд, самый комплементарный крой для женской фигуры. Именно потому, что они так скроенные, они очень такие пластичные, текучие, очень хорошо садятся на изгибы женской фигуры. И на женщинах плюс сайз подобная модель тоже хорошо выглядит. Вот такая у меня черная юбка в бельевом стиле. Подобная юбка может быть из атласа, из сатина, из шелка, из полиэстера. У меня вот, кстати, именно полиэстер. Во-первых, мне очень нравится комбинировать эту юбку с рубашкой. Вот это у меня рубашка Гэб льняная. И я не знаю, можно ли ее сейчас купить в России. Я покупала еще в прошлом году. И она аккуратная, не обтягивающая, но не слишком огромная. Ее очень круто завязывать узлом под топ. И в таком варианте юбка, немножко вот эта ее, некая праздничность, что ли, нарядность, она немножечко приглушается таким верхом. Я надевала с облегченными босоножками. Это, кстати, новые босоножки в моем гардеробе. Чуть позже я о них вам обязательно расскажу. И на мой взгляд, вот такой образ и женственный, и в то же время непринужденный выглядит максимально хорошо. Больше всего мне нравится носить эту юбку с футболкой и кедами. Как вы уже, наверное, поняли, наша с вами задача, если мы надеваем в повседневный образ такую юбку, ее немного приглушить. Все-таки она блестящая, она сшита довольно-таки, то есть облегает фигуру. И очень хорошо, когда есть вещи, которые немного этот вот блеск, эту праздничность приглушает. И это такой момент очень стильный, современный на сегодняшний день. А футболка и кед, это как раз те самые вещи, которые находят нужный баланс, что ли, нужную гармонию. И получаются очень современные, при этом красивые, интересные образы. И все-таки под эту длину, длину миди, идеально к такой юбке смотрится укороченный верх. В частности, вот такая у меня футболка. Это Love Republic, я вам показывала. Она, видите, фиксируется вот тут на талии. Можно просто любую футболку взять. Я надеюсь, что досниму вам кадры и покажу, как из простой удлиненной футболки. Вы можете с помощью резиночки сделать футболку укороченную. И это тоже будет круто выглядеть, потому что пропорции все-таки лучше создавать правильные. Для того, чтобы ваша фигура выглядела максимально хорошо. Конечно, каждая деталь вносит свой штрих в создании определенного образа, для того, чтобы получить гармонию. Но я уверена, вы со мной не станете спорить. Самым магическим, что ли, действием обладает именно парфюм. Согласитесь, стоит использовать неуместный образу времени, месту, в конце концов, парфюм. И вся гармония рушится. Наверное, совершенно не зря мы с вами в основном наносим парфюм, как последний штрих. Ну, а для того, чтобы мы с вами имели возможность примерять на себя разные парфюмы, для того, чтобы мы имели возможность каждому своему образу правильно подобрать нужный аромат, существует аромабокс. В этот раз я выбрала аромабокс «Избранные селективные ароматы 2». Первый аромабокс у меня, кстати, тоже был. И здесь настолько разные, настолько многогранные парфюмы. Каждый новый сэмпл просто как праздник. Купить этот аромабокс можно на сайте rendezvous.ru. Сейчас у них уже более 100 подборок аромабоксов на любой вкус, на любой запрос. На сайте сейчас проходит большая летняя распродажа, и можно купить парфюмерию-косметику со скидкой 50%. А на наши с вами уже любимые аромабоксы, по крайней мере, мой точно, сейчас скидка 35%. Но я хочу вам напомнить, что все так же работает мой личный промокод, который вы сейчас видите на экране. И он будет суммироваться со всеми акциями и скидками, которые проходят на сайте. Сейчас я вам коротко расскажу, что мне больше всего понравилось. Александр Джей утренний мускус. Какой же приятный летний аромат в полном смысле этого слова. Фруктово-цветочный аромат это чистый легкий мускус, это цитрусы сверху, это потом уже в базе фрезия и цветы. Максимально приятно раскрывается, особенно в теплое время года. Мне он очень нравится. Он нравится нежный, такой ненавязчивый, но все-таки в нем есть какая-то нотка ретро. Чуть-чуть не сильно ее слышно, но она немножечко меня раздражает. Но в целом очень классный аромат. Также здесь есть очень яркий, дерзкий, восточный аромат от Parfum de Marley Delina Exclusive. У меня есть классическая Delina, тоже в пробничке, я ее очень люблю. Она не такая кричащая, что ли. Это очень красивый, дорогой, шлейфовый, яркий аромат. Вас окружает какое-то розовое плотное облако. Знаете, восточный аромат для европейской женщины. Он действительно безумно красивый, но его нужно прям маленькую капельку, чтобы он и вас не задушил, и окружающий. В определенное время он просто шикарен. Мне кажется, вот этот сэмпл 1,5 мл мне хватит на 100 лет. Еще хочу выделить Джо Малон, морская соль и шалфей. Я его сегодня наносила и сижу, просто наслаждаюсь. Потрясающий красотный аромат. Но я все-все-все не хочу больше полноразмерок. Надо использовать то, что у меня есть. И, кстати, я, по-моему, забыла упомянуть, что в аромабоксах здесь 8 сэмплов по 1,5 мл. И их, в принципе, хватает надолго. Особенно если у тебя не один аромабокс. Ты тогда находишь для себя аромат для любого времени года, для любого места, для любого случая и для любого гардероба. Под этим видео я оставлю вам ссылку в интернет-магазин rendezvous.ru. У них очень большой выбор. Парфюмерии, косметики всегда проходят интересные акции. Всегда вы там найдете скидки. И в целом сайт очень удобно устроен. Там точно не потеряйтесь и найдете то, что вам нужно. Ну и, конечно же, не забудьте моим промокодом воспользоваться, который даст дополнительную скидку 10%. Я продолжаю этот ролик. И давайте теперь расскажу вам про новые сумки, обувь и украшения. Недавно я провела ревизию своего гардероба. В частности, пересмотрела свои сумки. Я не люблю копить очень много, чтобы у меня там какие-то были залежи. Поэтому чаще всего я или раздаю, или продаю то, что я не ношу. Так, собственно говоря, я поступила и в этот раз. И купила себе новую сумку. Очень стильную, классную. Как же она мне нравится. На сегодняшний день это вот любовь. Это моя самая-самая любимая сумка. Вы посмотрите, какая она стильная. Это российский бренд Milbeck. Я очень рада за наших российских производителей. Сейчас просто их звездный час. И они делают вот такие потрясающие вещи. В частности, вот эта сумочка, кстати, она из натуральной кожи. У нее великолепное качество. Она очень-очень хорошо выполнена. Конечно, эта модель напоминает одну известную модель одного известного бренда. Но я бы сказала, тут свои нюансы. Эта сумочка, несмотря на то, что она небольшая, она, видите, здесь довольно-таки широкая. Поэтому в нее вмещается много. Она реально вместительная. В комплекте к ней прилагается длинный ремешок для того, чтобы носить ее на плече. Но лучше всего, самый стильный, самый модный вариант, просто ее носить вот так в руке. Как же она круто вписалась в мой гардероб. Просто идеально сочетается со всеми вещами. Где-то как акцентная вещь, где-то просто вписалась гармонично в образ. И вот, еще раз повторю, на сегодняшний день самая моя любимая сумка. Она не только очень стильно и модно выглядит, она и удобная. В нее помещается очень много. Так что, любимая малышка. Еще один тренд 23-го года, который нашел применение и свое место в моем гардеробе, это тренд на металлик. Сейчас максимально модными являются вещи в цвете металлик. Это и верхняя одежда, куртки, это и юбки, это и джинсы. Ну а если для вас подобные вещи это, что называется, чересчур, то можно тогда в гардероб добавить обувь или сумку с металлическим отливом. И вы будете, что называется, в тренде. Подобные сумки шикарно сочетаются и с цветными какими-то комплектами, и с черно-белыми, и total black. Это просто, наверное, идеальный вариант. Вот такая сумка багет цвета металлик появилась в моем гардеробе. И она очень хорошо разнообразит базовые образы, внесет какую-то изюминку, я бы сказала. А вот эта сумка, кстати, недорогая. Я ее покупала на Wildberries, но мне очень понравилось, как она выполнена. Действительно очень качественно. И сама модель современная, очень стильная и удобная. Эту сумку я покупала для того, чтобы стилизовать образы на вечер, скажем так. То есть куда-то там потанцевать в клуб с подружками, да, или в какой-то бар. То есть вот не для повседневной, что ли, жизни. Но в нужном месте, в нужное время она просто производит фурор. Еще из аксессуаров я купила себе новый ремень. Вот такой классический аккуратный ремешок с полукруглой пряжкой. Очень он мне понравился. Сейчас я чаще ношу украшения в цвете металлик. Как-то вот, не знаю, сейчас мне так нравится. И на многих сумках у меня фурнитура тоже вот в таком цвете. И мне прям не хватало. Ремешка у меня есть черный, но все-таки с золотом. Мы уже с вами как-то обсуждали в одном из роликов, что, наверное, гармоничнее и благороднее всего смотрятся образы, когда цвет украшений и фурнитуры, там сумки или какие-то детали на обуви совпадают. Это, кстати, тоже российский бренд. Да и зенит, я рассказывала про них в своем телеграм. И если интересно, загляните под видео, будет ссылка. Бренд, который создает очень качественную одежду и аксессуары. И вы, наверное, заметили, что этот ремешок средней ширины, и мне это тоже понравилось. Он не тонкий и не широкий. Очень гармонично на моей фигуре выглядит, я считаю. Ну и великолепное качество. Это натуральная кожа. Думаю, что он продолжит, прослужит долго. Во-первых, качественная, во-вторых, модель, которая никогда не выходит из моды. Прямо база и классика. Теперь давайте про обувь. У меня было за последнее время две покупки у бренда Иконика. И обе удачные. Вообще, очень мне нравится этот бренд. Хотя раньше, я вам признаюсь, я не сильно обращала на него внимание. У меня было что-то, но как-то отдавало предпочтение другим маркам. Сейчас, когда некоторые иностранные компании покинули российский рынок, Иконика правильно этим воспользовалась. Они молодцы, они действительно выросли. У них очень много классных новинок постоянно появляются. Поэтому они мне очень нравятся. Давайте покажу вам, что я купила. Во-первых, вот такие элегантные, очень классные, стильные босоножки. Классические босоножки. Босоножки, опять же, модель, которая не выходит из моды. И она вот в таком очень приятном коричнево-бежевом, наверное, цвете. Я, кстати, купила их еще и со скидкой, понимая, что да, сейчас лето, конечно, кончится. Но и в следующем году также эта модель будет отлично работать. И сегодня в тех образах, которые я вам показала, эти босоножки тоже мелькали не раз. Прекрасные, очень удобные. Ничего у меня нигде не натирало. Все было очень удобно. Такая модель, конечно, впишется в любой образ. Она минималистичная. Она летом, особенно если ножки загорелые, вообще великолепно смотрится. Она у меня не загорелой. И все равно все хорошо, классная, базовая модель. Иметь такие в гардеробе нужно. И они прослужат не один и не два года. Это однозначно. Еще одна моя очень классная покупка. Это вот такие ботильоны. Это тоже иконика. Они выполнены из текстиля. И сзади вот такая кожаная вставочка. Я искала очень аккуратную модель с острым носиком. И такая обувь для меня не на каждый день. То есть в повседневной жизни я такую обувь не ношу. Но, конечно же, как блогер я бываю на каких-то презентациях. Или там в театр идем, или куда-то. То есть куда-то, где мне хочется, ну, более, наверное, какой-то образ элегантный создать. Мне как раз вот такой пары не хватало. У меня, кстати, от Massimo Dutti есть похожие ботильоны. Правда, кожаные. Но у них гораздо выше каблука здесь. Мне очень понравилось, что каблучок невысокий. И это даст возможность мне как-то комфортно в них находиться, что ли. Я купила эту обувь на размер меньше. У них размер соответствует. Но я помню, что подобная обувь у меня уже была. И они растянулись. Поэтому я взяла 35-й, хотя ношу 36-й. У меня в гардеробе очень много широких брюк. И лучше всего к ним подходит именно обувь с остреньким носиком. Это смотрится максимально элегантно. Ну и даже юбку, если надеть, к примеру, плотные колготки, когда будет вот прям одна вертикаль. Такие ботильоны, я думаю, тоже будут хорошо работать. Они не будут выделяться, будут просто смотреться как что-то однотонное. Как будто бы это какие-то сапожки. Вот такая была прекрасная покупка. Очень они мне нравятся. Элегантные, аккуратненькие, очень женственные. Но еще раз повторю, в повседневной жизни они для меня не совсем удобные. Но куда-либо, конечно же, нужно иметь подобную пару. Ну, для меня, конечно. Ну что, давайте теперь про украшения. Сиять сейчас модно не только вечером, но и днем. В общем, именно поэтому тренд на украшения с кристаллами не покидает нас уже несколько сезонов. И, мне кажется, даже не собирается. Как носить подобные украшения в повседневной жизни? Конечно же, в первую очередь нам нужно понизить градус их нарядности. Для этого мы носим их с простыми базовыми повседневными вещами. С джинсами, с футболками, с рубашками, худи, бейсболками. Покажу вам свои новые украшения с кристаллами. Вы, в принципе, в одном из, по-моему, из видео, или даже два раза, я уже надевала на себя, вы могли видеть. Во-первых, это, кстати, бренд Top Top, тоже российский. И у меня есть браслет и чокер. Чокер я выбрала вот такого потрясающего, нежного, для лета, прям максимально актуального цвета. Он такой бирюзовый, наверное, цвет морской волны. Очень-очень красивый. Такой чокер я ношу с футболкой. Я ношу с классической рубашкой, именно в таком варианте вы могли видеть. Также я добавляю сюда вот такую простую абсолютно цепочку. И вместе это получается очень гармонично. То есть не сильно нарядно, прям нарядно-нарядно. Но при этом стильно это выглядит и красиво, конечно же. Чаще всего это украшение я все-таки надеваю куда-либо по случаю. То есть если я иду в магазин, скорее всего, я не надену подобные украшения. Но снимать видео или пойти в клуб, или, не знаю, куда-то вечером, опять же, в кафе, еще куда-либо, я вполне себе могу такие украшения надеть. Ну и также у меня еще есть браслет. Это та же самая коллекция. Но только я выбрала этот браслет белого цвета, как-то мне не захотелось, чтобы это прям комплект был. Лучше подобные украшения все-таки, на мой взгляд, носить соло или сочетая с какими-то минималистичными простыми украшениями. Я вам уже показала примеры. Также, кстати, вот этот браслет отлично выглядит, если надеть его не с кольцом, нет. Если надеть его с минималистичным браслетом. Подобные украшения с кристаллами, но именно в современном исполнении, конечно, имеет место быть в нашем гардеробе. Самое главное, понимать, куда вы это наденете, с чем вы это будете сочетать. И тогда, мне кажется, это будет выглядеть очень стильно и уместно. Ну и продолжая тему заметных украшений, еще одна моя новинка, это вот такое серебряное кольцо с фианитом. Носить я его буду вот на этом пальчике, специально по размеру покупала. Мне очень нравятся такие заметные кольца комбинировать, носить с трикотажем. Сейчас пока не время трикотажа, но вот когда именно длинные рукава, когда такая фактура, как сказать, мягкая, да, она очень хорошо сочетается с кристаллами, по крайней мере, по моему мнению. У меня было подобное кольцо, я вам показывала, к сожалению, я его потеряла. Надеюсь, с этим так не произойдет. Очень классное кольцо. Я, конечно же, его не стала бы сочетать, к примеру, вот с таким блестящим украшением. Для меня это уже прямо слишком и перебор. А вот так, или один браслет, или одно кольцо, очень даже очень стильное, классное, красивое кольцо. Ну и последнее, о чем сегодня хочу рассказать. Очень приятный, абсолютно недорогой набор колец. Вот сегодня вы можете их на мне видеть. Тоже я покупала на Wildberries для фотосессии, там, для определенного образа. Они тогда стоили прям вообще-вообще недорого. Сейчас подорожали. Наверное, их стали часто покупать. Но сам вот этот дуэт мне понравился. Это кольца, размер которых вы можете подкорректировать. Желательно это только один раз сделать, чтобы туда-сюда не гнуть и не сломать. Вот они одного размера. Вот это колечко восхитительно, на мой взгляд, смотрится. Очень стильное, такое крупное. Я думала, что надену их один раз на фотосессию, но они оказались в жизни очень хорошими, очень классными. Стильно и современно выглядят. По качеству тоже я бы их вот так на глаз не отличила бы от серебра абсолютно. Поэтому я продолжаю их носить и в жизни. Такой стильный, очень классный дуэт. Под видео я вам оставлю артикул. Посмотрите, если интересно. Неплохая такая была покупка. Стильная и недорогая. Это все, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Знаю, что вы любите смотреть такие ролики, а я их очень люблю снимать. И надеюсь, что это видео тоже было для вас полезным. Ну, как минимум, вы получили заряд бодрости, вдохновения и мотивации украшать себя любимую. Всего вам хорошего и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok